Травы мы видим, объявляется открытым. Слово представляется миару, мердек и парадовичу губернатору Чуйской области. Слово представляется миару, мердек и парадович. Это важное для такого человека, это горько осознавать, что от нас уходят такие люди. Примите наши истинные саморосовердивания от имени президента, от имени правительства и лично от меня глубокие саморосовердивания. Спасибо. Слово представляется Антанбулу, Глеба Пакетовичу, генетическую индустрию и инфраструктуру развития, особенно Казахстана. Дорогие подручения, уважаемые подстанцы, все друзья, близкие, родные. Дорогие подручения, уважаемые подстанцы, все друзья, зачитайте письмо от первого президента Республики Казахстан, Юль Басе, Насултана Абминистра Назарфаева. С глубоким эскордием воспринял весь окончание Александра Рахмановича Игоревского. Примите мои истинные саморосовердивания. Пройдя большой трудовой путь, он достиг значимых высот в профессиональной карьере, был уменным руководителем и организатором. Являясь одним из видных представителей казахстанского бизнеса, Александр Рахманович внес вклад в поступательное развитие банковской сферы и горно-гиперологической отрасли страны. Я всегда с теплотой вспоминаю наше общение. Его отмечают высокие человеческие качества и преданность избранному делу. Светлая память об Абминистра Рахмановича Игореве навсегда останется в наших сердцах. Но султан Назарбайев 3 февраля 2021 года. Также разрешите зачитать письмо соболезновения от президента Республики Казахстан Казахстан-Казахстан-Казахстан-Казахстан-Казахстан-Казахстан. С родными близкими Альжиона Рахмановича Игорева. Сребите мои соболезновения в связи с постившим вас горем, кончиной видного предпринимателя, члена Совета директоров Евразии и соцгруппы Альжана Игорева. Альжан Рахманович внес большой вклад в развитие экономического потенциала страны, занимал активную гражданскую позицию, снискал заслуженное уважение. Светлая память об Альжан Рахмановиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких коллег и друзей. Президент Республики Казахстан, Газутова Тукаев, город Масултан, Агурта, 3 января 2021 года. Также в погоде прочитаю следующее письмо от председателя Мазариса Парламента Республики Казахстана Нурлана Нематурина. Уважаемый Казахстан Норлана, примите глубокие соболезнования в связи с последней вашей семьей тяжелой утратой бездременной гражданой Альжан Рахмановича. Мы потрясены этой потерей и трудны для вас в минуту, сходим вместе с вами и высказываем искренние слова поддержки и сочувствия. Известный общественный векер Казахстана, успешный предприниматель, яркий и талантливый человек, Альжан Рахманович и Гразимов, внес огромный вклад в укрепление отечественной экономики и российской страны все-таки. Его жизнь была наглядным примером в удовольствие из-за летного судья Казахстана и из-за профессионального отношения к его. Мы были знакомы с Альжан Рахмановичем долгие годы. И в моем сердце он останется удивительно доброжелательным и открытым человеком с высокими нравственными принципами. Светлая память о победе Рахмановичем Гразимовичем на себя останется в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека. Председатель Мажориса Павлова Республики Казахстан, Нурман Невматурец. И еще одна телеграмма. От премьер-министра Республики Казахстан, Оскару, заставящий момент. Примите мои соболезнования, в связи с невосполнимой утратой кончили обидного бизнесмена, мецената, члена Совета директоров ГРДЖИК Альжан Рахмановичем Гразимовичем. Альжан Рахманович внес большой вклад в развитие экономики, общественной жизни и спорта Казахстана. На своей жизненной пути проявил большой организаторский талант и террористические качества. Занимался благотворительной деятельностью и пользовался заслуженным уважением окружающих людей. Скорее, вместе с вами выражаю поддержку в этой степени для вашей имминициации. Чайный образ Альжан Рахмановича и его благородные послушки и труд на благо социального и экономического развития Казахстана навсегда останутся в нашей памяти. Привет, министр республики Казахстан Аскар Манин. Также я хотел выразить, что болезнь нет. От себя лично, от моих коллег, друзей, министров, членов политического, членов администрации, работников администрации Казахстана. Руквально вчера, руководители администрации Казахстана, секретарь Совета Безопасности, осетный секретарь, министр торговой и интеллигации, Маха Султанов, все они передают свои личные совречения. Я знал Альжан Рахмановича с 92-го года. За все эти годы мы по жизни прошли и сталкивались в страшных ситуациях. Я хотел бы сказать, что этот человек был очень высокой, очень высокой в человеческой морали, принципах. Человек чести, достоинства. Человек, который любил как Казахстан, так и свою родину Киргизию. Он соединял наши народы и никогда не забыл о близких и родных. Человек, который умел друзы, умел быть хорошим советчиком, другом. Но кроме того, в Казахстане все-таки он проявил себя как яркий менеджер и талантливый руководитель. Пусть имя, я буду, как Бог. Слово предсоединения Марсеевича, Александр Роккович. Не точно о том, наверное, о том, что я сюда приехал первый раз 49 лет назад. 49 лет назад, это дом. От войны на Казахстане. 49 лет мы не оставались в садике. И каждую секунду я гордился. Я гордился, что у меня выделились соберут и старшие люди. Вот все, что я в жизни делал, я обязательно соизмерял. А что он и все надумал? А что Бог скажет, вот если я это сделаю? Это потому, что он был в колонне. Он был в колонне. Рядочность. Это он был на честность. Это он был в выстреленность. Это он был в щедрость. Это был просто великий человек. Великий человек. И у него было столько планов. Он был великий человек, но великий человек о том, что я делал в долгую валюту. Он столько добра сделал, сколько он может быть на 5 жизней или на 10 килограммов хватит у самого щедрого человека. Все этого делал. И неудобно все это надо. Сколько стрелился он, сколько он был замечательных людей. Я искренне верю, что эти все плановые идеи в об этом и в облике, и в облике. Я искренне верю, что эта вера, неискредимая вера, хорошая, неискредимая вера в то, что надо жить счастливо и надо жить радостно. Я искренне верю, что его семья будет следовать этой его вере. И все его друзья будут следовать его вот этой действительно искренне вере в то, что жизнь должна быть лучше и замечательной. И самая большая Боговая радость и отношение будет память к Нему. Память на Нем и память эта должна жить в наших ума и согревать наше сердце. Спасибо. Спасибо. Спасибо.